Если не стройка века, то стройка на века. В среду днем губернатор региона и мэр города осмотрели ход работ на втором этапе дорожного строительства западного обхода города. Трассу на улице Станкостроители от базы Чистый город до Березняковских улиц. На 2018 запланирован участок в 1 километр 392 погонных метра. Рядом с нами производится выборка основания, разборка старой дорожной одежды. Дальше, если посмотреть, то там уже устраивается подстилающий слой из ПГС с толщиной 50 сантиметров, поверх которого будет уложено два слоя основания и щебня по 21 сантиметру, то есть всего 42. И сверху еще три слоя асфальта. Строительство разделено на три очереди. Один отрезок уже закончили в прошлом году. На него выделяли 70 миллионов рублей. Второй этап этого года обойдется в 130 миллионов. Третий завершающий и самый сложный в 200 миллионов. Но сумма пока приблизительная. Почему так дорого получается? Потому что мы действительно первый раз в городе делаем такую серьезную дорогу и в том числе западный обход Житкова, Минская фронза, которую мы тоже в этом году доделываем. Делаем с применением гранитной крошки по технологии щебеночно-мастичного асфальта бетона. И это действительно передовые технологии, которые в настоящий момент есть в нашей стране. То есть дорога будет надежная. Проектная документация на третий участок дороги будет составлена до конца года. Выделение денег, если все сложится благополучно, запланировано из регионального дорожного фонда. К третьему этапу дороги приступят в 2019. Нормативный срок – два года. Но, может быть, получится сделать быстрее. Третий этап – это мы уже выходим на улицу Суздальскую, которая ведет нас к Парижской коммуне. Если ехать в город, здесь у нас Сан-НБФ, парашютный залог «Полет», Главс на прыгный залог. Синяя, что есть? Да, синяя. Это уже та дорога, которая есть. Новая дорога существенно облегчит жизнь горожан и властей. Через областной центр ежедневно транзитом проходит около 60 тысяч машин. 10 тысяч большегрузов будут ездить здесь, когда трассу построят. Сейчас они проходят через основные периферийные улицы города, разрушая их и создавая пробки. Плюс по окружной будет ездить быстрее. На всей протяженности дороги поставят всего два светофора. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.